И снова всем привет на канале Олег Нестеров. Приветствую, наконец мы дождались солнышка, но тема сегодня будет не очень веселой, хотя познавательной, а это именно грунты. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Встречаются два еврея. Абрам, да, Мойша, а ты за кого? За красных или за белых? Да, чего да? Что да, то да. Такой анекдот. Ну и теперь тема дня, заставка пошла. В последнее время часто возникают вопросы по применению различных грунтов в кузовном ремонте. И у меня уже были уроки, да, но там по грунтам у меня был один урок. Наверное, я скорее всего и закрою, потому что там очень запутано все. Как бы сейчас я начал изучать все эти материалы, да, я общаюсь с людьми, общаюсь с технологами, общаюсь с менеджерами крупных фирм. И для себя тоже узнаю какие-то новости, которые я тоже не знал, которые стоило бы поправить. И именно сегодня мы постараемся это сделать. Ну, сегодня мы выделим три типа грунтов. Это акриловый, наполняющий, выравнивающий, да, порозаполняющий грунт, эпоксидный грунт, эпоксидный грунт и эпоксидный грунт, кислотный грунт. И в качестве специального мы сегодня рассмотрим 1К грунт протравливающий. Рассмотрим акриловый грунт. Акриловый грунт, он же наполняющий, он гигроскопичен. Гигроскопичность это паропроницаемость. Он не впитывает влагу, как губка. Он накапливает испарение и влагу, и скапливается в виде микрокапель на самом металле под грунтом. Испаряется эта влага очень долго, и вследствие чего на металле образовывается коррозия. В принципе-то поэтому акриловые грунты используются только как наполняющие и выравнивающие. Ну, следующие грунты у нас будут эпоксидные. Эпоксидные грунты в первую очередь применяются как изолятор. Такой грунт не пропускает ни влагу, ни воздуха. Также он используется при работе с медью, цинком, алюминием и другими металлами. Также применяется с картофорезными грунтами, имеет отличную адгезию и используется в качестве гидроизолятора. Третья группа грунтов – это 2К-кислотные грунты на основе поливенилбутираля. Такое есть слово. Также их называют фосфатирующими, ну или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя, так скажем. Часто мы просто не имеем возможности полностью удалить ржавчину, которая остается в порах. И в данном случае этот грунт нам помогает избавиться от такой ржавчины. Он преобразовывает оставшуюся коррозию в фосфатную пленку, которая в дальнейшем и будет защищать ваш металл от окисления. Также в результате химической реакции на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, который есть в кислотном грунте в виде хроматов. При работе с алюминиевыми и оцинкованными поверхностями, а также с картофорезными грунтами, в принципе мы можем применять любой из этих грунт, как эпоксидные, так и кислотные грунты, кому какой ближе. Ну и теперь рассмотрим наиболее наболевший вопрос, а именно это по совместимости грунтов. Акриловый грунт-наполнитель может быть нанесен и на эпоксидные, и на кислотные грунты. Кислотный же грунт может наноситься на любую 2К-отвержденную поверхность, то есть ESO-материал 2К, который работает с отвердителем, если не получается его нанести сугубо на металл. То есть на 2К поверхности его нанести можно. Ну и эпоксидный грунт, в свою очередь, может быть нанесен на любую, отвержденные 2К-материалы. Если случаются подрывы, то, как следствие, это неправильное разбавление грунта, а именно многие пользуются 646-м растворителем. Ну это крайне неправильно, потому что разбавитель нужен свой, специальный разбавитель. И обращаем внимание, если у вас эпоксидный грунт 2К и идет один к одному, такие грунты не нуждаются в разбавлении растворителем. Они сами по себе уже жидкие. А свет у нас выключили. Ну, сразу скажу, давайте рассмотрим такой вариант. Много вопросов, можно ли покрывать кислотный грунт, именно фосфатирующий, эпоксидным грунтом. Да, можно, но не рекомендуется. А именно то, что эпоксидный грунт разрушает свойства кислотного грунта. У вас ничего не отвалится, у вас ничего не отслоится. У вас будет нормальная адгезия, но толку от этого не будет. И есть ли вообще смысл тогда кислотного грунта. Именно поэтому я и использую ныне цинкарь. Использую цинкарь, то есть убираю ржавчину, вычищаю все, и потом покрываю это эпоксидным грунтом. Но замечу одно. Если вы покроете, допустим, кислотным грунтом, а сверху вы покроете акриловым грунтом, то такое покрытие будет работать. Так как акриловый грунт не разрушает свойства кислотного грунта. Конечно, в некоторых техничках рассматривается и такой вариант, что покрыть кислотный грунт можно эпоксидным. Но для этого вам нужно выдержать кислотный грунт не менее полутора часов, чтобы произошла так называемая полимеризация. Ну а после самой полимеризации, то есть высыхания, кристаллизации, все это на молекулярном уровне, в принципе, он может быть кислотник, он может быть покрыт любым лакокрасочным покрытием, но слой эпоксидного грунта у нас очень тонкий. А это, то есть и косяки, и всякая такая ерунда, да, получается. Мы наносим его тонким слоем, а в наших реалиях это получается тонкий слой, мы не имеем возможности шлифовки его, и в реале мы его перекрываем мокро по мокрому акриловым грунтом. Так что мы можем использовать акриловый грунт в качестве изолятора. Наносим два плотных слоя, да, укрываем, после чего мокируем, зачищаем, выравниваем, ну, различными шкурками, кто какой. Это 240, 320. Постоянно отвлекают, не дают снять. Так вот шпатлевку, шпатлевку тоже нельзя наносить на металл, если вы не вычистили полностью ржавчину. И, как ни странно, на кислотный грунт ее тоже нельзя наносить, так как отвердитель, который находится в шпатлевке, он тоже растворяет тонко нанесенный слой кислотного грунта. Если выдержать кислотный грунт более полутора часов, шпатлевку нанести можно. Но мы, опять же, должны, когда у нас грунт затвердеет, произойдет кристаллизация, опять же, мы должны нанести риску, риску на кислотном грунте, что не представляется нам возможным, так как мы его просто сотрем. Если вы уж и решили, почему-то я не работаю с кислотным грунтом, но если вы уж и решили работать с кислотным грунтом, в этом случае мы наносим кислотник на проблемный участок, перекрываем его двумя слоями акрилового грунта и замываем. То есть, стараясь, наносим риску, стараясь вместе с акриловым грунтом не убрать слой кислотного грунта, потому что получится мартышкин грунт. Ну, а затем уже кладем шпатлевку и перекрываем фоксидным грунтом. Сушим 20 минут, после чего наносим акриловый грунт. Ну, я часто, бывает, что на шпатлевку я не использую эпоксидный грунт. Ну, и, как я сказал, кислотный грунт, так же, как и эпоксидный грунт, можно перекрывать акриловым мокрым по мокрому. То есть, акриловый грунт ни с кислотным, ни с эпоксидным не кусаются. Ну, и акриловый грунт, он, конечно, заполнит все риски, все недочеты, которые у нас появятся и выявятся на прежних слоях. То есть, он наполняющий. И после чего он легко трется, затирается, в отличие от кислотного и эпоксидного грунта. Легок в обработке, да? То есть, и после чего уже производим покраску. Ну, и последние грунты, это грунты 1К, мы рассмотрим. Это протравливающие грунты. Они бывают как в баллончиках, так и бывают в литровых банках. Применяются они в основном для нанесения на открытые участки металла, шпатлевки, на протирах широко используются. Я часто использую вот такой грунт, да? То есть, и способствует устранению такого дефекта, как обрисовки какие-то, да? Также используется на мультиповерхностях, как говорят, да? Правильным языком. То есть, ну, в простонародье это разные поверхности, то есть, разные пятна, там, разноцветные, там, разные типы красок. Используется он на большинстве лакокрасочных покрытий, чем, кстати, он и удобнее. Последнее время я им больше всего пользуюсь. И вообще, по техничке его рекомендуют использовать как, ну, в большинстве промежуточных слоев. Почему? Ну, потому что часто мы разводим грунт растворителями, да? Который потом впитывается в шпатлевку, и испаряясь, и у вас появляются вот такие вот дефекты, как... вот снова приехали. Как обрисовка, допустим, да? Так что такой грунт у вас должен быть всегда в гараже. Ну, немножко отвлекает меня, может быть, постараюсь подклеить передачу, чтобы все было ясно. И, наверное, эту тему я расположу еще на драйве 2. То есть, нарушениях каких-то у себя по техничке я не вижу, так как кислотный грунт я исключил из своей работы, да? Вы это видели, я работаю цинкарем, после чего я его снимаю полностью, обезжириваю и наношу эпоксидный грунт, который я потом и акрилово покрываю. Единственное, да, иногда я наношу все-таки эпоксидный грунт на металл и потом его шпатлюю, что, как мы поняли из вышесказанного, нейтрализует его, и он, по сути, становится просто акрилово. Но, как бы, поверхность я хорошо зачищаю, и поэтому и ржавчина у меня не появляется. То есть, по сути, я все делаю правильно, но вот такие вот поправки есть, вы их должны знать. Наиболее подробную информацию я выложу на драйв 2. Ссылочка будет под описанием видео. Смотрите, изучайте. Ну, а на сегодня все. Хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения мудрого, ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно.